Всем я приветствую вас на бизнес-завтраке с Reflame. Сегодня вас ждет очень много интересной и полезной информации. Мы поговорим о наших результатах. Безусловно, мы узнаем о новинках продукции, которые нас ждут в ближайших каталогах. Мы узнаем программы, которые будут интересны и нашим консультантам, и нашим бизнес-партнерам. И, конечно, мы поговорим с очень интересными людьми, гостями нашей студии. Я приглашаю в нашу студию директора по продажам и внутренней коммуникации СНГ. Встречайте, Дмитрий Кваша. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад сегодня возможности пообщаться с вами. Сегодня в нашем ставшем уже традиционном бизнес-завтраке я начну с того, что поделюсь с вами итогами, с которыми компания Reflame начала 2017 год. Самое главное, что мы сегодня находимся в очень серьезной волне роста, которую может почувствовать компания, которую могут почувствовать наши партнеры, наши лидеры. Reflame в России растет. Растут наши продажи, растут количество новых званий, которые есть у наших партнеров. Для начала хочу поделиться радостной новостью, касающейся менеджеров, новых менеджеров компании Reflame. Количество новых менеджеров за прошедший 2016 год значительно увеличилось. На 173% больше новых менеджеров появилось у нас, чем в прошлом 2015 году. Огромный рост количества новых старших менеджеров. Их стало больше на 47%. Директорская команда также радует нас огромным количеством новых лидеров, которые достигли званий в рамках этой команды. На 82% больше новых лидеров директорской команды появилось в прошлом году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Развитие лидеров не останавливается ни на одном из этапов лестницы успеха. Бриллиантовая команда. Здесь тоже у нас есть огромные достижения. 11 новых бриллиантовых директоров, 4 новых старших бриллиантовых директора и 2 новых дважды бриллиантовых директора. Все это наши достижения 2016 года. И такого развития в бриллиантовой команде мы действительно давно не видели. Но это еще не все. У нас есть настоящие герои, которые в рамках топовой команды смогли достигнуть сразу нескольких званий за один год. У нас есть 5 лидеров. Это Ольга и Роберт Шаймардановы, Юлия Каратаева, Ирма Егорова, Вероника и Дмитрий Егарминой, а также Ирина и Антон Долженко, которые в рамках топовой команды лидеров Арифлейм смогли достичь сразу двух званий за один год. И у нас также есть еще и 2 замечательные пары лидеров. Дарья и Михаил Алямкины, а также Ольга и Виктор Кукушовы, которым за этот же год удалось еще большее. Они достигли сразу трех новых званий. Ну и наши настоящие герои Анна и Сергей Шахаевы, которые смогли сделать, наверное, невероятное. И за один год достигли 6 новых званий плана успеха компании Арифлейм. От директора до бриллиантового директора. Я знаю, что ребята не готовы останавливаться на достижении. И мы с удовольствием ждем их новых достижений. Исполнительная команда Арифлейм Россия пополнилась двумя новыми лидерами, двумя парами лидеров. Это наши замечательные лидеры-партнеры из города Барнаул, Ирина и Антон Долженко, которые закрыли звание исполнительных директоров в конце 2016 года. И новое звание исполнительных директоров, которое было закрыто по итогам первого каталога 2017 года, это также наши лидеры-партнеры из города Чебоксары, Наталья и Эдуард Васильевы. Сегодня Наталья и Эдуард будут гостями нашего завтрака. И вы увидите, я уверен, очень интересное и полезное для вас интервью, которое у них возьмет вице-президент Арифлейм Россия Юрий Михайлюк. В целом, развитие лидерства сегодня очень-очень стремительно происходит. И это говорит лишь об одном. Достичь уровень бриллиантового директора, исполнительного директора сегодня очень реально. И это по силу любому, кто поставил... ...себе такую цель. И нужно воспользоваться той волной роста, которая сегодня есть. ...есть в компании Арифлейм Россия. Конечно же, это отражается и на количестве выплат, которые мы делаем всем нашим лидерам. 1 миллион 640 тысяч долларов. Именно столько мы выплатили новым лидерам в виде единовременных премий, только лишь за новые звания. И еще важное обновление, которое произошло в 2016 году, касалось автомобильной программы под названием «За рулем мечты». Эта автомобильная программа предназначена для бриллиантовых и исполнительных директоров. И мы ее существенно обновили, предложив новую возможность. Теперь бриллиантовые и исполнительные директора могут выбрать себе машину абсолютно любого премиум бренда. Это не обязательно должна быть компания «Вольво», как это было раньше. Сегодня для бриллиантовых директоров мы по-прежнему рекомендуем модель S60 бренда «Вольво» и S90 для исполнительных директоров. Но тем не менее, то, что выделяет нас от конкурентов всего рынка, это то, что мы предлагаем возможность нашим бриллиантовым и исполнительным директорам самим осуществить свою мечту о заветном автомобиле и выбрать любой автомобильный премиум бренд, о котором они всегда мечтали. Важным предложением компании «Рифлейм» является еще и стиль жизни нашего лидера. Это участие в мероприятиях, в семинарах, различные поездки и, конечно же, международные конференции. Я просто хочу напомнить вам о том, что сейчас идет квалификация сразу на несколько зарубежных конференций. И я думаю, что вы можете сделать все, чтобы попасть на несколько из них, может быть, на все, может быть, на одну из них. А может быть, сейчас вы просто задумаетесь о своей мечте путешествовать и начнете свою квалификацию на одну из наших следующих зарубежных поездок. Итак, совсем недавно состоялась юбилейная бриллиантовая конференция в США, в Майами. Уже сейчас более полутора тысяч человек в России идут по пути квалификации на менеджерскую конференцию, которая состоится осенью этого года в Болгарии. Также осенью пройдет и долгожданная золотая конференция, которая будет посвящена 50-летнему юбилею нашей компании. И она пройдет сразу на двух круизных лайнерах в Средиземном море. Ну и по-настоящему поездка мечта – это следующая исполнительная и бриллиантовая конференция. Они пройдут в Японии. И, наверное, об этой стране мечтают очень многие. И у них есть возможность еще сделать все, чтобы попасть в квалификацию на бриллиантовую исполнительную конференцию и провести несколько дней в Токио или, может быть, даже в Киото в Японии, что будет доступно нашим исполнительным директорам. И сегодня вы узнаете огромное количество новостей о тех инструментах, которые мы приготовили для вас, которые начинают свою работу с первым днем третьего каталожного периода. Я уверен, что все эти инструменты помогут вам в вашей работе, в достижении ваших планов. Я хочу рассказать вам лишь об одном из них – о программе под названием «Нет предела совершенства». Эта программа начинается также с первого дня третьего каталожного периода, и она продлится четыре каталожных периода. Эта программа позволит вам привлечь максимальное количество людей к тому интересному стилю жизни, который вы ведете вместе с компанией «Арифлейм». Эта программа поможет вам привлечь к вашей интернет-страничке огромное количество ваших друзей, подписчиков, ваших друзей, может быть, пока еще просто незнакомых людей. Может быть, эта программа позволит вам поддержать активность тех консультантов, клиентов и потребителей, которые сегодня уже есть в вашей организации. В общем, в интернете всегда очень ценится какой-то интересный контент, и благодаря этой программе каждый из вас действительно сможет, во-первых, сделать шаг на пути к стилю жизни, который мы называем «красота как образ жизни», а также еще и привлечь огромное количество людей к себе в организации. «Нет предела совершенства» – называется эта программа. И на самом деле программа есть не что иное, как способ потратить всего лишь 50 дней для того, чтобы преобразить свой стиль жизни и сделать красоту своим образом жизни. Многие из нас обещают себе начать новую жизнь с понедельника, с нового месяца, и особенно мы это часто делаем сами себе, даем такие обещания в период предновогодний. Я думаю, что многие из нас также перед Новым годом дали себе какие-то обещания, связанные с более здоровым образом жизни. Но тем не менее прошел уже месяц нового года, и многие из вас могут спросить себя, стали ли мы больше уделять времени спорту, стали ли мы больше бегать, стали ли мы вовремя ложиться и вовремя вставать, ограничивать себя, я не знаю, в мучном, в сладком, кто какие себе давал обещания, в кофе, стали ли мы больше пить и так далее. А красота как образ жизни – это наш девиз, это наш слоган. И мы предлагаем любому человеку, зарегистрированному в компании Reflame, либо незарегистрированному, принять участие в этой программе. Это будет сделать очень легко. Эта программа – твоя персональная программа на пути к изменению образа жизни путем маленьких ежедневных действий. Не нужно будет меняться сразу же за один день и полностью всецело поменять свой образ жизни. Ты сможешь это делать сам и еще и пригласить много друзей для такой же уникальной возможности. Программа «Нет предела совершенству» – это 50 дней на пути к новому образу жизни. Что вы, как партнеры компании Reflame, можете в данном случае сделать? Вы можете рассказать об этой программе всем, кого вы знаете, написать о ней на своих страницах в социальных сетях и, конечно же, присоединиться к ней самостоятельно. Программа интересная, и очень многие захотят в ней поучаствовать. Что нужно сделать? Зайти на сайт Reflame.ru, выбрать раздел «Лайфстайл» и там зарегистрироваться для участия в этой программе, указав свой электронный адрес. После этого каждое утро в течение 50 дней на ваш электронный адрес будут приходить маленькие задания, которые нужно сделать сегодня в течение дня, и они связаны как раз со здоровым образом жизни. Кроме этого, вы сможете получить браслет акции «Нет предела совершенству», который не просто браслет, который вы сможете надевать на руку, и это будет символизировать выполнение, ну или, может быть, невыполнение ежедневного задания. Если вы выполнили в течение дня полученное задание, вы надеваете браслет на правую руку. Если вы не выполнили это задание, вы надеваете браслет на левую руку. И каждый вечер вы заканчиваете тем, что вы выкладываете в свою соцсеть, на свою страничку фотографию, которая показывает, на какой руке у вас сегодня браслет. Если вы выполнили задание, приближающее вас к здоровому образу жизни, то все ваши друзья, я думаю, вас поддерживают, комментируют, хвалят и так далее. Если вы не выполнили, ну, кто-то вас, наверное, поддерживает, кто-то также это будет комментировать. Если вы 50 дней выполняете эти задания, то вы приобщаетесь к новой жизни. Это однозначно интересно. Многие ваши подписчики и ваши друзья ежедневно будут следить за вашими успехами. Конечно, у них возникнет вопрос, что это за программа, в чем ты участвуешь, в чем преимущество. И вы можете таким образом привлечь внимание к нашему предложению, к нашей продукции, к возможностям бизнеса, к возможностям стиля жизни благодаря этой интересной, уникальной программе. Просто присоединитесь сами и расскажите об этом всей вашей организации, а также всем, кто у вас есть в соцсетях. Мы со стороны менеджмента компании Reflame точно так же будем участвовать в этой программе. И вы можете следить за нашими аккаунтами, в частности, в Фейсбуке. И вы будете нас также, я надеюсь, поддерживать или ругать в случае, если мы не сможем выполнить какое-либо из заданий. Я рад сегодня был поделиться с вами нашими достижениями, нашими результатами. Сегодня нам с вами есть чем гордиться. И сегодня огромное количество итогов показывают то, что с Reflame все возможно, и любой, поставивший себе высокую цель, может ее достигнуть. Именно этого я вам и желаю. И также желаю вам приятного времени, которое вы проведете с сегодняшним бизнес-завтраком. До встречи. А мы продолжаем. И сейчас я бы хотела рассказать о программах для наших бизнес-партнеров, которые уже начались и идут со второго каталога. И в первую очередь мне бы хотелось обратить внимание на глобальную программу, которая называется «Пламя успеха». Я уверена, что вы уже вступили в нее и начали участвовать. Вы развиваете своих лидеров, приращиваете группы и идете к тому, чтобы заработать подарки и получить, безусловно, супер-приз. Я хочу напомнить, что это будет поездка в Афины на двоих на три дня. Я думаю, что для вас это будет увлекательное путешествие. Тем более, у вас будет специальное поздравление, специальное чествование в рамках золотой конференции. Для каждого участника этой программы, кто выполнит все ее условия, есть гарантированный приз. Это планшет с автографами основателей компании. И я напоминаю условия участия в этой программе. Квалификационный период со второго каталога 2017 года по восьмой каталог 2017 года включительно. И сравнительный период со второго каталога 2016 года по восьмой каталогу 2016 года. Звание для вступления в программу – это уровень старший менеджер и выше по итогам второго каталога 2017 года. Звание по итогам программы, то есть по итогу восьмого каталога 2017 года, это директор и выше и уровень 22%. И мы приготовили для вас специальный инструмент для рекрутирования – это юбилейный сайт. На юбилейном сайте вы найдете видеоистории самых успешных лидеров со всего мира iFlame. Вы, конечно же, увидите историю компании iFlame, факты гордости. И, безусловно, вы сможете найти всю информацию о программе «Пламя успехов». Еще одна замечательная программа, которую мы приготовили для наших менеджеров, и я уверена, что вы все уже об этом знаете, и ваши менеджеры об этом знают. Это вторая волна квалификации менеджеров на Болгарию 2017 года. Сейчас на экране вы видите все условия квалификации менеджеров. Я еще раз хочу подчеркнуть, что уверена, что ваши менеджеры об этом знают и уже идут по этим условиям. Но это еще не все. Мы приготовили отличные условия для менеджеров, которые уже квалифицировались на поездку в Болгарии 2017 года и выполнив которые, они смогут заработать свою заслуженную премию 250 или 500 долларов и отлично провести время в путешествии по Болгарии. И напоминаю, специальное предложение для директоров, чьи менеджеры пройдут по программе и получат свой бонус, то наши директора, наши наставники также смогут получить 50% от выплат их менеджеров. Это отличные условия. Я уверена, что вы их все выполняете, уверена, что вы их все знаете. И я надеюсь, что совсем скоро уже вы все встретитесь в Болгарии. А сейчас отличные новости. Я прошу вашего предельного внимания. Итак, я представляю компанию по приглашению «Формула совершенства». Компания пройдет период с 20 февраля по 1 апреля 2017 года. Участвуйте в новой программе, получайте продукты, которые помогут достичь совершенства в создании вашего неповторимого образа. Итак, условия для новичков, для тех консультантов, которые присоединятся к нашей компании в период с 20 февраля по 1 апреля. Разместите заказы на 100 баллов бонуса в течение 21 дня с момента регистрации и получаете замечательную новинку парфюмерную воду «Амбер Эликсир Кристалл». Отличное условие, отличная возможность одним из первых протестировать нашу новинку. Условия для спонсоров. Разместите личный единовременный заказ на 50 баллов и больше в каждом каталоге действия программы, то есть в каталоге третьем, в каталоге четвертым 2017 года. Пригласите четверых друзей в «Арифлейм» и помогите пройти им первый шаг стартовой программы. И тогда у вас будет замечательная возможность выбрать себе в подарок набор из трех кодов нашей отличной серии «Новэйдж». В компании могут принять участие наши бизнес-партнеры, наши лидеры, которые соответствуют следующим условиям. По итогам второго каталога 2017 года вы находитесь в звании «старший менеджер» или «выше» с уровнем объемной скидки 22%. А также вы являетесь индивидуальным предпринимателем или зарегистрируетесь в качестве индивидуального предпринимателя в период действия компании по приглашению. Итак, условия для лидеров. В период действия компании пригласите в свою персональную группу 16 и более новичков. Помогите им пройти 4 шага стартовой программы или в период действия компании пригласите в свою персональную группу 64 новичка и помогите им пройти первый шаг стартовой программы. Подтвердите звание «старший менеджер» и «выше» и уровень объемной скидки 22% по итогам каждого каталога действия программы. И, внимание, ваши виртуальные аплодисменты! Получите 5 смартфонов для развития вашего бизнеса с компанией «Арифлейм». И я хочу подчеркнуть две важные вещи. Первое. Вы сами определяете, по каким условиям вам проходить эту программу. Либо вы приглашаете 16 новичков в вашу персональную группу и помогаете им проходить 4 шага стартовой программы. Либо вы приглашаете 64 новичка в свою персональную группу и помогаете им пройти первый шаг стартовой программы. И второе важное условие – вам не обязательно приглашать только в первый уровень. Все новички персональной группы будут идти вам в зачет для выполнения условий по этой программе. И я желаю вам успешного прохождения лидерских программ и выполнения всех условий квалификации. А сейчас наступает один из самых волнующих моментов сегодняшнего бизнес-завтрака. И я приглашаю в эту студию вице-президента «Арифлейм России и Беларусь» Юрия Михайлюка и наших новых исполнительных директоров Наталью и Эдуарда Васильевых. Встречайте! Здравствуйте, ребята! Дорогие Васильевы! Очень рад вас видеть в очередной раз и приветствовать вас в нашем офисе на Усачёва 37 в Москве, где я хотел бы вас еще раз поздравить с вашим замечательным достижением. Спасибо большое! Исполнительным директором «Арифлейм». Поздравляю! С это особенно спасибо! Самый лучший! Да, Надик, держи! Правильно распоряжайся этими деньгами! Ребята, по традиции я хотел бы сначала, конечно, чтобы наши зрители, YouTube-зрители узнали вашу историю. Как вы пришли в компанию, с чего, собственно, началось ваше сотрудничество с «Арифлейм». Знакомство было необычное, потому что раньше-раньше давно, когда у нас еще был телевизор, мы видели красивых моделей, и они выносили очень красивые большие корзинки, показывали крупным планом, где вручалась победителям «Моя семья», «Поле чудес», когда вручались победителям эти корзинки, и ассоциация была такая, что в компанию «Арифлейм» только можно попасть по блату, и там нужно быть моделью с такой красивой внешностью, длиноногой, и только тогда тебя возьмут работать в компании «Арифлейм». Вот такая была, как бы, прелюдия. И когда я увидела другую картину, когда к нам на работу приходила девушка, ну, не модельной внешности, и показывала каталоги, рассказывала, ну, конечно, это было интересно, но у меня вопрос вот был один. Как она попала в компанию «Арифлейм», и как ее взяли, и сколько ей за это платят? Вот. И ее этот вопрос тоже шокировал, потому что никто не задавал ей такого вопроса. Ну, там, помады, ароматы, там, пробники, там, еще что-то спрашивали. И она посмотрела и сказала, «Вас деньги интересуют?» Я говорю, «Ну, а кого они не интересуют?» Я говорю, «Это секретная информация?» Она говорит, «Ну, нет, давайте тогда как-то вот чашка чая, мы встретимся, и я вам все объясню». То есть я поняла, что разговор не так, не пять минут. И когда я пришла на встречу, она достала план успеха. И раньше «Коррена лестница» была на предпоследней странице, ну, как мы все любим смотреть, да, с конца журнала. И когда был вопрос задан, сколько вы хотите зарабатывать, ну, мне этот вопрос застал в тупик, потому что я никогда не задумывалась, а сколько я хочу на самом деле зарабатывать. И она говорит, «Выбирай». Я вижу там чеки тысячи долларов, две, шесть, десять. И я говорю, «Это все дает компания Reflame?» Она говорит, «Да». Я говорю, «А что нужно, чтобы устроиться?» Ну, блат, образование специальное, языки. Она говорит, «149 рублей и все». Ну, то есть вот в ту, наверное, секунду было принято решение, что если вот и все, ну, значит, это наше. И не было той полной презентации, когда объясняют, что такое балл-бонус, ОП, ДЦ, вот этого всего не было. И у меня, конечно, был вот единственный вопрос, как забрать эту книжку, потому что если я приду домой и скажу Эдуарду, что можно получать там такие большие суммы в долларах, то есть мне просто не поверят. И она сказала, «На один день я дам план успеха». И я летела домой, потому что все упиралось вот в наши мечты, и это как бы дверь в это светлое будущее. И когда я пришла, я действительно сказала, я ничего не поняла, это на самом деле. Я не поняла, за что платятся такие суммы, но если они платятся, ну, значит, все, мы их получим. Я действительно сказала, что я ничего не поняла, но эту книжку нам дали на один день, нужно понять, разобраться, и до рассу ночи, потому что утром вставать нужно на работу, высчитывал. Я, конечно же, с трепетом ожидала вердикт утром, да, и, конечно же, ну, тут только глаза открыла и смотрю на него. Он не спал, он говорит, все, мы работаем с этой компанией. То есть было все просчитано, было принято решение, мы не знали, что нужно для этого было пройти, все, что мы прошли, но вот то решение, оно повлияло на все остальное, на нашу систему, на нашу команду, потому что это то, что нужно большинству людей. Они все получают образование, не одно, готовы работать сутками, но не получают тех денег, которые на самом деле они достойны и хотели бы получать, путешествовать, передать бизнес по наследству. Это то, что нас заинтересовало, и мы на каждой презентации, даже когда не было у нас чеков, у нас не было званий, у нас не было ничего, мы показывали в первую очередь этот план успеха. И спрашивали, сколько вы хотите на самом деле зарабатывать. И от этого отталкивалась наша презентация, и может мы многого сами не понимали, не объясняли, но наши горящие глаза привели нашу команду к тем результатам, которые они сейчас имеют. И мы много раз спрашиваем, почему вы пошли за нами? Они говорят, вы настолько были вовлечены, что не пойти за вами, это вот что-то упуститься в своей жизни. Они просто нам верили, а мы просто шли, потому что мы уже не могли подвести, ну, те, кто нам поверил. Поэтому всем хочу пожелать, обязательно изучите бизнес-план компании, обязательно, не можете сами подойдите к тому человеку, кто разбирается в цифрах, пусть он вам попросит, пусть поможет. И в завершение скажу историю, свое будущее, как говорит мой наставник Владимир Полежаев, нужно видеть умом, желательно своим, либо умом толковых людей. Поэтому смотрите в будущее с умом. Ребята, я хотел бы сейчас с вами поговорить немножко о бизнесе, о вас, поскольку у нас сейчас уже такая традиция, мы приглашаем самые высокие звания и их расспрашиваем об интересных вещах. И сегодня за обедом, когда мы вот обедали здесь в офисе, ты, Эдик, рассказал очень интересную историю о том, как вы вспоминали себя 15-летних, когда вы поселялись вчера, насколько я понимаю, в гостинице Ради Санславянская. Вы сейчас там живете, а тогда, 15 лет назад, вы голодные и безденежные приехали на семинар Владимира и Тамилы Полежаевых, чтобы получить эти знания. Очень классная история и очень приятно, что вы сейчас приезжаете в Москву не голодные и безденежные, а по сути с таким триумфом отмечать свое высокое звание исполнительных директоров. Многое поменялось за эти 15 лет, но мой первый вопрос будет о том, что, прежде всего, поменялось в бизнесе Reflame за эти 15 лет. Ну, в бизнесе, я думаю, изменилось кардинально практически все. Единственное осталось то, что мы работаем с людьми, мы работаем с косметической продукцией, добавилось еще продукты здорового питания, технологии, методики, они изменились в корне. В принципе, из прошлого мы любим брать только понятие такое, как лидерство, то есть и принципы, а технологии и методики сейчас совершенно другие, то, что мы используем. И, как мы с Наташей часто говорим, имеет смысл всегда поворачиваться лицом в будущее. Но есть ли что-либо из того, что вы использовали 15 лет назад, с точки зрения методик, вот то, что вы используете и по сей день? Ну, это презентация. Это презентация, потому что мы работаем с людьми, и люди идут на энергию, и мы также проводим вживую, как и раньше, встречи. Может быть, это будет после знакомства, либо уже, когда он большой лидер, но мы стараемся продолжать это. Живые встречи, то есть выезжаем по регионам, ну, например, в прошлом году мы ездили к дальним лидерам нашей организации, в Петропавловск-Камчатске. То есть мы работаем с ними на расстоянии, но впервые вот увиделись уже на их земле в Петропавловске. Круто. То есть все-таки, как ни крути, но даже имея на вооружении и зная, как работать с онлайн-инструментами, без оффлайна, без живых встреч, наверное, зайти так высоко, как это смогли сделать вы, невозможно в наше время. Да? Я уверен в этом. И мы, наверное, думаем, что скоро появится какое-то новое определение. Сейчас, как мы говорим, онлайн-оффлайн, да? И, может быть, какая-то методика будет он-оффлайн. Ну, то есть человек, совмещающий то есть обе методики. Мы считаем, что людей меняют события. И события мы создаём историями, когда собираем людей на мероприятия. Онлайн мы тоже добавили, но когда живая энергетика, это ничто не заменит. И когда люди и плачут, и радуются, видя своих партнёров на сцене, они передают эту энергетику. Поэтому мы стараемся привнести, даже когда онлайн работаем и приглашаем партнёров, всё-таки собирать их вживую. И секрет, что для того, чтобы добиться высокого результата, конечно, в нашей компании надо иметь какой-то масштаб личности, помимо сугубо методов работы. Скажите, насколько ваша система дуплицируема и насколько, допустим, какой-нибудь активный и мотивированный лидер из вашей структуры мог бы повторить ваш успех либо превзойти вас? Насколько это возможно с вашей существующей методикой? Мы как раз с Натальей недавно обсуждали этот момент, и мы на тысячу процентов уверены в том, что в наших организациях уже есть партнёры, которые превзойдут нас и по скорости, превзойдут нас и по динамике развития своего бизнеса, так что это даже не обсуждается. Поэтому мы бы даже говорили, наверное, не про дубликацию, а про опережение. И в этом, наверное, наша, не наверное, а точно наша основная задача – сделать так, чтобы наши партнёры росли быстрее и делали быстрее то, что мы делаем сейчас. И это будет означать, что, значит, мы свою работу делаем профессионально. Да, я согласна, что мы сделаем всё, чтобы наши лидеры опережали нас по времени, по срокам, но были нас сильнее. Ну, и мы тоже не будем задаваться, и будем тоже задавать темп в свою очередь. Ваша структура огромная, она разбросана по всей России. И понятно, что часовые пояса, расстояния и так далее. Как у вас получается управлять этой структурой с учётом разницы во времени, разброса и так далее? Как вы можете так эффективно людей информировать, мотивировать, вдохновлять, поддерживать хороший тонус в вашей структуре по всей огромной стране? Первое — это сейчас конкурентное преимущество вообще везде, как мы видим, — это команда. Именно ключевая команда, мы подчёркиваем. То есть есть вся организация, а есть ключевой состав, ключевая команда. Мы сторонники того, что в ключевой команде должны быть только игроки. Ну, то есть мы так градируем, что есть люди-игроки, есть зрители, есть жертвы. Ну, кратко буквально, да, жертвы — это те, кто... Понять можно человека только в критической ситуации. Когда человек попадает в критическую ситуацию, жертва всегда ищет, кто виноват или что виноват. Зритель, он выбирает позицию, я посмотрю. То есть если получится, я там с ними. Если не получится, то есть, ну, я же говорил. Игроки — это те, кто в трудной ситуации, в критичной ситуации, они всегда задаются вопросом, что делать. Они ищут решения. И вот в нашей команде только игроки. То есть, ну, по-другому, потому что не может быть. Это культура нашей организации. И когда команда вот такая правильная в этой позиции, то управлять, если мы говорим про управление, становится очень легко. Мы делаем всё, чтобы лидер команды, у кого другой часовой пояс, он как можно быстрее взял ответственность и проводил свои, ну, все необходимые мероприятия для того региона, где это комфортно ему. Очень хорошо. Спасибо. Наверняка у вас многие люди спрашивают, задают много вам вопросов. И вот мне было бы интересно, какой вопрос чаще всего встречается, и как вы на него отвечаете? Ну, наверное, после того, как мы закрыли звание, больше всего было даже не вопросов, а поздравлений, пожеланий. Поэтому огромное спасибо всем коллегам абсолютно со всех регионов, со всех стран, потому что было очень много искренних поздравлений, то есть с достижением этого звания. По вопросам, ну, основной, наверное, такой вот вопрос, который задают, что конкретно делали, да? Да, я тоже не могла вспомнить, вот сейчас услышу вопрос. Искренне радовались наши коллеги, да, потому что долго шли. Я видел, извини, пожалуйста, Наташа, я просто видел, как они радовались. И вот для меня, честно говоря, вот когда был у вас в Чебоксарах, и когда вас поздравляли, и когда вышли люди на сцену, ну, человек 50, наверное, ключевых вот ваших игроков вышли на сцену, как они от души вас поздравляли, как они подарили вам замечательный подарок. Это поездка в Швейцарию, и ты даже прослезился, то есть пустил такую очень скупую мужскую слезу, по бороде она стекла. Для меня, честно говоря, это был такой апогей лидерства. В лучшем его смысле, потому что это люди, которые тебе, которые искренне вас любят, вас уважают, за вами идут, при том, что у вас на них нет никаких рычагов воздействия, кроме мотивации, да, вы же не можете там их уволить, оштрафовать и так далее, да, это совсем другая ситуация, и эти люди вышли на сцену и совершенно искренне радовались вашему успеху, и для меня это был совершенно удивительный опыт, да, поэтому очень круто, просто хотел вам об этом сказать, ребята, да. Тогда мой следующий вопрос будет о том, как вы организовываете работу между вами двумя в семье, да, то есть наверняка вы дополняете друг друга не только в вашем семейном партнерстве, но и в бизнесе. Расскажите, пожалуйста, как вы распределяете обязанности именно когда вы занимаетесь бизнесом с Рейфлэй? Ну, первое то, что мы не делимся ответственностью, потому что если каждый будет надеяться на другого, то это наполовину делает работу. Мы делаем каждый на сто и больше процентов, и поэтому нам легко работать вместе, даже если мы на разных этажах в своем большом доме, мы думаем одинаково и дополняем. И тут градация, ну, просто Эдуард любит работать на большую аудиторию, зажигать залы. У меня больше индивидуальная работа. Ну, мы можем заменять. То есть Наташа скромничает, она, то есть она... Да, она всегда скромничает. Да, она скромничает, то есть в любом случае Наташа сильно... Она мастер вообще, да, в индивидуальной работе, то есть она также умеет очень классно работать с залом, то есть, но зал для меня тоже такая вот, ну, любимая штука. Плюс мы оба очень, ну, я считаю, сейчас очень хорошо освоили это вебинары и онлайн-скайп-работу, то есть, ну, мессенджеры дополнительно осваиваем их, и нам это становится очень интересно. Ну, и плюс у нас, наверное, выигрышный такой момент, который я часто отмечаю, то, что мы с первого класса вместе. То есть, ну, мы друг друга знаем очень давно, и то есть нам уже... Мы давно уже прошли все стадии, какие можно было пройти, то есть так что нам друг перед другом там уже доказывать ничего не надо. Можно я про Петрову расскажу, да, раз такая ситуация? Да, есть такая история. Эдик в первом классе написал Наташе записку, он написал Петрова через... И я тебя люблю. Вот, и вот так началась эта замечательная... Самое интересное, что не сама записка меня удивила, а то, что фамилия была неправильно написана, то есть с ошибкой, хотя Эдуард был всегда круглым отличником. Нет, для меня это было, конечно... Ну, как можно было сделать ошибку? Слушай, а я никогда вас не спросил, что случилось после этого? Как ты отреагировала на эту записку? Я, наверное, сейчас не вспомню. Это было как-то само собой разумеется, потому что в первом классе, как только делали общее фото, Эдуард говорит, как увидел сразу же... Ну, это была искра, и эта искра, наверное, попала куда надо. И то есть там, наверное, просто время, наверное, да? Мы дружили, и потом был момент, когда разъехались. Наташа уехала в Белоруссию, на родину. Я ушел в армию, а потом снова... Ну, своя Санта-Барбара. Да, была своя Санта-Барбара. Да, была Санта-Барбара. Супер, супер. Сколько времени вы работаете, вот, с точки зрения рабочего дня в сутках? То есть когда вы начинаете, когда вы заканчиваете рабочий день, как это у вас устроено? Как, может быть, выглядит ваш типичный рабочий день? Вот это очень классный вопрос, потому что я его раньше, откровенно, не совсем любил. А вот сейчас мне очень нравится этот вопрос. Есть разные дни. То есть если типичный рабочий день, то, скажем так, мы любим то, что мы делаем. Поэтому вот я всем своим партнерам говорю, если вы будете разграничать свою работу, вот что работаем от сих до сих, а потом вообще ни слова не говорим про это, у вас не будет большого результата. Не ждите. То есть мы живем этим бизнесом. То есть если рабочий день, то с утра встаем, у нас утренние планерки, пятиминутки, потом время рекрутинга, после этого у нас идут обучающие мероприятия, дневное, вечернее время, вечерние планерки. И вечернее, ну мы планирование дня всегда ввели в культуру делать с вечера. То есть раньше было утром, но сейчас делаем это с вечера. Это такой типичный рабочий день. То есть несколько планерок утренних, несколько планерок вечерних, вебинары, какие-то скайпы и дневной рекрутинг. Вот так вот получается. То есть это... Ну, сейчас, в силу того, что у нас хороший статус, бывают дни, когда мы можем себе... Ну вот сейчас Москва приезд, да, то есть у нас такие два дня уикенда, потом будет поездка в Швейцарию, например, да. Затем нам казанский филиал сделал шикарный подарок. Это, опять же, уикенд, отдых в одном из лучших спа-отелей Европы. То есть это Лучана. Ну, соответственно, то есть мы очень много работаем и очень хорошо отдыхаем. Вот этот стиль жизни нам очень близок, и мы его пропагандируем всегда, везде, вокруг. Нам нравится то, чем мы занимаемся и не считаем, что мы работаем. Поэтому работаем всегда. Да, это идеальная ситуация, конечно. Я бы еще все-таки хотел бы, чтобы вот это вот попало тоже, и все услышали, особенно партнеры нашей организации. Ребят, ставьте перед собой задачу быть профессионалом на 100%. То есть быть профессионалом именно в этой области, потому что быть профессионалом в области умирающих профессий, то есть это страшно сейчас. На самом деле, вот то, чем мы с вами занимаемся, это огромнейшие перспективы. И просто поставьте перед собой задачу стать на 100% и быть профессионалом. Одну историю на эту тему расскажу, которая меня в свое время впечатлила. Один испанский тореадор, он 6 лет подряд становился лучшим в своей профессии. И после, ну, там у них определенные, есть чемпионаты, он стал победителем. Ему один из журналистов задал вопрос, что, как вы сейчас планируете праздновать? Он говорит, да, мы сегодня с друзьями отметим, но завтра у меня тренировка. Он говорит, как? Он говорит, ну, понимаете, следующему быку по барабану сколько раз я побеждал. Ну, то есть в любом случае нужно тренироваться, ну, поднимать свои навыки. Вот это нам близко, ребят. Будьте на 100% профессионалами. Вопрос следующий. Вот на сегодняшний день на что вы приглашаете людей в свою организацию? На что люди откликаются? На что они идут более охотно? На какие сообщения? На образ жизни. На тот стиль, который мы можем показать сейчас, который мы показываем своим партнерам. Вот на этот стиль свободной жизни. У меня сейчас впечатляет, да, то есть то, что мамы в декрете, да, то есть не выходя из дома делают бизнес и показывают такие результаты, просто вау. То, что мужчины, ну, вот мы с республики Чувашия, да, то есть республика, где мужчины большинство ездят на заработки, то есть они могут здесь приложить свои усилия и сделать очень серьезный бизнес. Поэтому именно стиль жизни, образ жизни, возможность заработка И еще один момент очень важный. Мы во всех своих презентациях делаем упор, что очень важно выбрать правильную компанию. Компания должна быть надежной, с мощной системой логистики. Reflame доставляет продукцию по 85 регионам России, 50 странам мира, то есть компании с раскрученным брендом, компании, не стоящие на месте, компании, которые постоянно расширяют линейку, компании, у которой 17 каталогов в год. Вот, ребят, задумайтесь, это не просто слова 17 каталогов в год. Это означает, что нужно завозить постоянно новинки. Это логистика просто высочайшего уровня. Ни одна фирма в России, по крайней мере, то есть не делает такие вещи в нашей стране. Вот это очень важно. И еще хочу обратиться, сразу же сказать такую вещь. Если я слышу, что кто-то говорит, что компания – это всего лишь инструмент для бизнеса, я всегда на эту тему говорю одно – у тебя не будет большого бизнеса. Запомню, компания – это люди. И если человек говорит, что компания – инструмент, он говорит, что люди – инструмент. Такие люди выдающихся результатов не добиваются однозначно. Компания – это люди. И компанию Reflame, я считаю, делают люди. Так же, как мы с вами делаем бренды своих команд. Это не само по себе появляется. Конкретные люди делают конкретные надежные бренды. Это наша позиция. Отлично, ребята. У меня вопросы исчерпались. У меня много вопросов, но время, наверное, уже стекло. Я в очередной раз получил удовольствие от общения с вами. Надеюсь, что у нас будет возможность еще продолжать наш разговор. Потому что каждый раз я узнаю много нового. Каждый раз я от вас мотивируюсь. И хочу воспользоваться этим случаем. И попросить вас не останавливаться на достигнутом. Мы ждем от вас новых свершений, новых встреч. Удачи вам. Спасибо за ваш труд. Спасибо. В преддверии весны компания Reflame приготовила много ярких, интересных новинок в наших каталогах. Я передаю слово своей коллеге, менеджер по продуктовой коммуникации СНГ Наталья Распоповой. Добрый день, уважаемые лидеры. Сегодня мы поговорим с вами об актуальных новостях и инструментах в рамках работы с фокусными категориями по продукции. И начнем мы с бренда Novage, который вошел в ассортимент компаний в конце 2015 года. Отличительной чертой бренда является сочетание инновационных технологий, которые разработаны учеными Reflame, и обязательно экстракту стволовых клеток растений, который максимизирует эффект серии. Уже начиная с третьего каталога, мы начинаем работать с новой серией бренда Novage Time Restore. Давайте посмотрим на информационный минимум, который необходим каждому развивающемуся лидеру при работе с данной категорией. В первую очередь мы смотрим на потребности кожи. В данном возрасте женщину волнует не только потеря увлажненности кожи, глубокие выраженные морщины, потеря упругости и провисание овала лица, но также и возрастная пигментация. Все изменения обусловлены внутренними процессами, в частности снижением уровня эстрогена. Какое решение предлагают ученые компании? Ученые Reflame разработали новую технологию, инновационную технологию, которая получила название геностеинсои, которая активирует гены молодости, фактически имитируя антивозрастной эффект эстрогена. Второй компонент серии — это, разумеется, экстракт стволовых клеток растений Плантага ланциолата. Именно он нормализует выработку меланина и тем самым борется с возрастной пигментацией. Клинически доказано — при использовании программы комплексного ухода Time Restore кожа заметно выглядит моложе, и это касается каждого возрастного признака. Начиная со второго каталога, каждая серия Novage выходит в презентабельной брендированной коробке, в рамках которой вы найдете не только продукты, но и преимущества, и подробные комментарии по программе комплексного ухода от Reflame. В рамках работы с фокусной категорией «Уход за кожей лица» мы всегда обращаем внимание на систему «Лицом к лидерству», которая, как вы знаете, базируется на проведении сессий по уходу за кожей лица, далее на продаже набора, который обеспечивает нам товарооборот, и на поддержание активности с помощью проведения клуба — сообщества людей, влюбленных в красоту. Не секрет, что каждое средство заканчивается неравномерно в рамках набора. К примеру, первой заканчивается сыворотка, затем крем для ухода за кожей вокруг глаз, дальше тоник и дальше продукты в зависимости от индивидуальных потребностей. Для нас очень важно поддержать внимание клиентов на соблюдение программы комплексного ухода, ведь именно программа дает самые эффективные результаты. Вы помните, использование программы комплексного ухода в 7 раз более эффективно, чем использование отдельных средств. Для того, чтобы обратить внимание клиентов на программу ухода, мы представляем вам новую акцию, которая получила название «Новэйдж-подписка». Это значит, что при покупке любого набора клиент получает возможность приобрести 3 отдельных средства из набора с 30% скидкой, фактически со скидкой набора. Как это работает? К примеру, клиент приобрел набор «Новэйдж-тайм-рестор» в третьем каталоге. Это значит, что в течение 4, 5 и 6 каталогов у него есть возможность приобрести любой продукт из набора «Новэйдж-тайм-рестор» со скидкой 30%. При этом обратите внимание, что в каталогах не будут представлены скидки на отдельные продукты наборов комплексного ухода «Новэйдж». Мы уверены, что данная программа поможет не только обратить внимание клиентов на программу комплексного ухода, но также поддержит активность и лояльность наших клиентов. И теперь я хочу поделиться с вами новостью, которая касается работы с категорией «Велнос». С третьего каталога начинает действовать конкурс «Велнос» и «Гелеса», который направлен на поощрение лидеров, которые активно работают с фокусной категорией. На протяжении семи каталогов мы будем отслеживать результаты по приросту процента продаж категории «Велнос» в персональных группах лидеров. Победители отправятся на три дня в самое сердце разработки категории «Велнос» в научно-исследовательский центр «Игелеса» на юге Швеции. В рамках визита в центр лидеры получат уникальную возможность пройти обучение у профессионалов, которые занимаются разработкой продукции, включая профессора Стига Стена. Итак, как же стать участником? Необходимо быть в звании директор и выше по итогам второго каталога 2017 года, а также иметь определенный процент продаж «Велнос» в персональной группе. Для лидеров не сертифицированных «Велнос Лайф Плюс» это 15%, для лидеров, которые прошли сертификацию «Велнос Лайф Плюс» — 35%. В течение всего конкурса необходимо показать прирост продаж «Велнос» в персональной группе, а также прислать свою историю и историю клиента, которая непосредственно связана с использованием продуктов «Велнос». Подробные условия проведения конкурса вы можете посмотреть на сайте «Арифлейм». Мы уверены, что актуальные инструменты для работы с фокусными категориями помогут вам и вашим структурам усилить продуктовый фокус и улучшить показатели продуктивности и активности в весенних каталогах. А сейчас я хочу передать слово моей коллеге, эксперту по продукции стран СНГ Анастасии Фурко, которая расскажет вам о новом формате каталога «Арифлейм». Тренды меняются несколько раз в году, поэтому каждая девушка, чтобы быть на 100% уверенной в том, что ее образ актуальный, пристально следит за показами мод и уделяет много времени просмотру глянцевых журналов, сайтов с рекомендациями по выбору одежды, обуви, декоративной косметики, ароматов и аксессуаров. При этом всегда возникает вопрос, как применить полученные знания на практике, ведь порой это бывает сделать не так-то просто. Теперь все изменилось. Новый каталог «Арифлейм» – это практическое руководство по созданию целостного образа. Рекомендации по выбору одежды, обуви, декоративной косметики, ароматов и аксессуаров – все это собрано в одной платформе каждого каталога. Total Look «Арифлейм» – это профессиональные советы, пошаговая и понятная инструкция по созданию модного образа. Это выгодные предложения, которые помогут вам, как лидерам, повысить эффективность работы с клиентами. И, конечно же, новый каталог открывает для вас новый метод рекрутирования – приглашение на целостный, завершенный образ, где в рамках одного Total Look'а сочетаются продукты разных категорий и применяется принцип комплементарных продаж. На страницах четвертого каталога представлено сразу два образа. Давайте посмотрим на один из них. Этот модный сезон начинается с яркости. Образ в тренде «Весна красна». Кружевное пламенно-красное платье дополнено жакетом и обувью пастельных оттенков. Эта же контрастность перенесена из одежды в макияж. Минимализм макияжа лица и глаз достигается благодаря использованию наших продуктов бренда «The One». Тушь «Wonder Lash» 5 в 1 и тональная основа «Everlacen». Дополняется образ роскошным нюдовым оттенком губной помады с блеском 3 в 1 «The One» «Triple Core». И в завершении, конечно же, капелька нашего любимого аромата и клавы Кент. Уважаемые лидеры, мы уверены, что эти стильные образы, представленные на страницах каталога «Арифлейм», станут для вас полезным инструментом для проведения бьюти-вечеринок ваших СПО, материалом для информационных постов в онлайн-представительстве сообщества и онлайн-активацией. Например, кто лучше повторит образ из каталога среди участников вашего сообщества людей, влюбленных в красоту? Дорогие друзья, к сожалению, наша онлайн-трансляция подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в сообществе людей, влюбленных в красоту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok